Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим экономическую задачу. Это задача номер 17 единого государственного экзамена. Прочитаем условия задачи. На доске я написала. В июле планируется взять кредит банки на некоторую сумму. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 20%. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга, равную 2,16 миллиона рублей. Сколько миллионов было взято в банке, если известно, что он был полностью погашен тремя равными платежами. В таких задачах нужно, во-первых, составить математическую модель к данной задаче. Что такое математическая модель? Это вы должны из условий задачи составить либо уравнение, либо систему уравнений, может быть, неравенство. Давайте мы с вами рассмотрим, как же решать эту задачу. Во-первых, я, наверное, здесь остановлюсь еще на таком моменте. Вот в данном случае сказали, каждый январь долг возрастает на 20%. И сказано, с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга. Вот когда мы здесь работаем с кредитами, давайте подумаем, это у нас работает, здесь говорится о предприятии или о каком-то частном лице. Если работает предприятие, как известно, предприятие платит налоги свои один раз в год. Так вот, в данной задаче, видимо, идет речь о предприятии. А когда человек берет кредит, вы, наверное, знаете, ваши родители ходят в банк и платят кредит. Они платят кредиты каждый месяц. И вот здесь, и почему сказали, что с февраля по июнь. Когда человек платит кредиты, скажем, каждый месяц, к нему в конце месяца, например, приходит смс, как говорится, что дается там 2 недели или 10 дней для того, чтобы выплатить кредит. А здесь, когда работает предприятие, к нему приходит извещение о том, что он с февраля по июнь должен заплатить кредит. Если он свой кредит не оплатит, то тогда к нему пойдутся какие-то штрафные санкции. Итак, разберем условия задачи следующим образом. Вот сделаем такую схему. Пусть мы взяли кредит S. В задаче сказано, что кредит каждый январь увеличивается на 20%. 20%. Что это значит? Вот у нас было 100%, и я кредит увеличиваю на 20%, то у меня сколько станет? У меня станет 120%. А что такое 120%? Это 120 сотых. А если я сокращу, то получается 12 десятых или 1,2. Итак, значит, вспоминаем следующее правило. Вот это называется у нас дробь. Чтобы найти дробь от числа, мы должны эту дробь умножить на это число. То есть 1,2 умножить на S. Значит, если я написала такую запись 1,2 S, это значит, что мне кредит увеличился на 20%. А если у меня будет такая запись 1,3 S, это говорит о том, что кредит увеличился на 30%. А если будет такая запись 1,15 S, это говорит о том, что кредит увеличился на 15%. В нашей задаче кредит увеличивается на 20%. Поэтому я умножаю на 1,2. Дальше. Сказали, что с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга, равную 2,16. То есть я должна заплатить 2,16. И мой кредит увеличивается, уменьшается на эту сумму, которую я должна. Минус 2,16. Вот. Дальше. Наступает следующий год. Опять я должна увеличить теперь уже эту сумму в январе на 20%. Теперь мы уже знаем, что теперь уже это будет 100%. Поэтому я предыдущий результат умножаю на 1,2. То есть увеличиваю его на 20%. Так. Дальше. Теперь сказали, что кредит оплачивается тремя равными платежами. То есть опять я должна заплатить 2,16. То есть мой результат будет уменьшаться теперь на эту сумму. Но я давайте здесь запишу следующее. Запишу более кратко. 1,2 квадрате с. Я раскрываю скобки. Вот я раскрыла. И обратите внимание, я никаких вычислений пока не делаю. Записываю. 1,2 квадрате с. Минус 1,2 на 2,16. Минус 2,16. Так. И что мне теперь осталось делать? Мне нужно сделать третий раз. Так как кредит теперь опять я беру на 3 года. Опять умножаю на 1,2. Вот этот предыдущий результат. Давайте я сразу на 1,2 умножу будет 1,2 в кубе с. Минус 1,2 в квадрате с. Ой, извините, здесь неправильно писала. На что надо умножить? На 2,16. И минус 1,2 на 2,16. То есть я вот этот предыдущий результат умножила каждый член на 1,2. И третий раз плачу кредит минус 2,16. Что у меня в итоге получится? Смотрите, места если не хватает, то тогда вы вот это выражение можете обозначить какой-нибудь буквой. Давайте обозначим буква К. И у меня получается третье К минус 2,16. И так как кредит был оплачен тремя равными платежами, этот результат оказывается равным нулю. Вот составлена математическая модель. А именно какая? Я из этого выражения минус 2,16 равно нулю. Записываю уравнение. 1,2 в кубе S минус 1,2 в квадрате на 2,16 минус 1,2 на 2,16 и минус 2,16 равно нулю. Обратите, на что внимание. Когда я составляла математическую модель, я не делала никаких вычислений. Вот я составляла только математическую модель. А вот теперь я начну делать вычисления. Мне нужно найти букву С, то есть какой кредит был взят в банке. Итак, что мы теперь делаем? Все, что не содержит буквы С, перенесем в левую сторону. При этом давайте мы 2,16 вынесем за скобки и и получается 1,2 в квадрате плюс 1,2 и плюс единица. Вот я перенесла и 2,16 вынесла на скобки. Первое мое вычисление только сейчас начнется. 1,44 плюс 2,2. В скобках у меня будет 3,64. В черновике я считаю и записываю. С равно 2,16 умножить на 3,64 и разделить на 1,2 в кубе. Так как у вас не будет под рукой калькулятора, как же разобраться с таким выражением? Давайте мы запишем таким образом. 3,64, а внизу я напишу так. 1,2. Три раза напишу его. Теперь мне мешают эти запятые. Как избавиться от запятых? Давайте мы умножим числитель и знаменатель на 10,216,364. Я первую умножила на 100, вторую умножила на 100. Значит, надо и знаменатель умножить тоже на число с четырьмя нулями. Это будет 12, 12 и 120. Так, запятых у меня нету. Теперь опять калькулятора у нас под рукой нету. Постараемся делать очень быстрое вычисление. Сократим на 2. Будет 108 умножить. Здесь тоже сократим на 2. Это будет 182. Что я сделала? Я на 4 сократила. Получается 3 умножить на 12 и на 120. 108 разделить на 3. Это будет 36 на 182. Посмотрите, нету у нас под рукой калькулятора, но я все время считаю какими-то какими-то краткими вычислениями. 36 на 12 сокращаем. Получается 3 на 182 разделить на 120. Ну и 120 тоже сокращаю. Получается 182. здесь сокращаю на 3. Это будет 40. Наверное, надо еще сократить на 2. Получается 91. А здесь будет 20. Теперь знаменатель умножить. Вот смотрите, 90 разделить на 20 можно столбиком, а можно вот таким образом. знаменатель доведем до круглого числа 100. Это на сколько мы умножили? Мы умножили на 5. Получается 91 на 5 получается сколько? 455. Или получится 4,55. То есть в данной задаче ответ С это получается 4,55. И по-моему, там в задаче было сказано миллионов рублей. Вот такой кредит взяли. Теперь давайте вернемся и посмотрим на математическую модель, которую мы составляли. Вот она у нас была. Кредит был взят на 3 года по 20%. Вы, наверное, уже поняли, что значит, что мы умножали это число С на 1,2. Это значит кредит увеличивался на 20%. Вы видите три равных платежа у меня в задаче. А вообще в задаче экономической может быть разной ситуации. Могут быть проценты разные, могут быть платежи разные. А вот эта вообще верхняя строка еще по-другому называется «Долг перед банком». Вначале вы взяли кредит перед банком. Вначале вы взяли кредит, с ним что-то происходило, а потом вы ничего банку не должны. Вот таким образом составляется математическая модель в данной задаче. Ну, я думаю, что... Ну, а потом, вы видите, мы составили уравнение, математическую модель составили и вышли на ответ задачи. При этом максимально использовали какие-то подручные вычисления без калькулятора. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, что данный урок был для вас полезен. Продолжение следует...